Сейчас ей 27. Она недавно вышла замуж за самого брутального актера нашей страны и ждет от него ребенка. Наша героиня не стесняется своего большого живота и дохаживает последние дни беременности, где бы вы думали? В спортивном зале, тренируясь рядом с мужем. Теперь она яркая брюнетка невысокого роста, с точеным носиком. Как выглядела зипюр Брутян до пластики? Она родилась у многодетной армянской семьи. Родители сделали все, чтобы дети получили достойное образование и были всесторонне развиты, поэтому перебрались в Москву. Младший брат зипюр стал профессиональным футболистом. Сестра открыла магазин одежды, а наша героиня избрала непростой путь актрисы, ведь с раннего детства ей легко давались творческие виды искусства. Будучи в труппе сатирикона, Брутян сыграла цыганку в батальоне, а вот сериал в клетке изменил ее судьбу. На съемочной площадке она познакомилась с очаровательной и красивой парой, Агатой Муцениец и Павлом Прилучным. Но они в тот момент были женаты. Однако не зипюр развела супругу. Этого добилась папина дочка Мирослава Карпович. Любовница Прилучного сделала все, чтобы быть с любимым рядом и на сцене, и в жизни. Но, как говорят, на чужом несчастье счастье не построишь. Так и произошло. Паша ушел и от Карповича, заявив, что ничего серьезного у них не было. Вот так Мирослава осталась опять одна. А ведь ей скоро 40, однако замужем актрисы ни разу не была. А наша героиня выиграла свой счастливый билетик. Она тайно вышла замуж еще год назад, а в августе молодожены сыграли роскошную свадьбу, так сказать, для родителей и друзей. Стоимость торжества оценивается в 11 миллионов рублей. И многие считают, что это пир во время чумы. Сейчас зипюр Брутян активно занимается спортом на последних неделях беременности. Актриса держит фигуру в форме, чтобы после родов быстро вернуться к прежнему размеру. Она не стесняется своего огромного живота и посещает спортивный зал вместе с любимым мужем. Будем надеяться, что Павел Прилучный наконец остепенился и станет по-настоящему примерным мужем и достойным отцом. Хотя, кто знает, как говорят, горбатого могила неисправили. А как вы считаете, кто родится у молодоженов, девочка или мальчик?